Это и есть продолжение нашей работы по законотворческой инициативе по изменению закона 498, которое случилось 26 июля. Мы с вами дважды до этого обращались к губернатору, депутатам законодательного собрания, депутатам Государственной Думы, избранным от Иркутской области. И не только мы обращались, и многие муниципальные образования, поэтому это привело к тому, что нас услышали и передали полномочия по вопросам обращения с животными с субъектом федерации. Вчера мы очень подробно с вами рассматривали положение дел, сложившееся в Иркутске. Численность растет, агрессивность увеличивается, число нападений растет, и поэтому нужно признать, что закон 498, который до сих пор действует в Иркутской области, если Иркутская область не внесет изменения, он не работает. И это уже признают все практически. Вчера был представитель, исполнительный директор Ассоциации муниципальных образований, представительной власти, и отмечал как раз то, что действительно все районы, все муниципальные образования сигналят о том, что необходимо срочно принимать меры. И как вы знаете, уже некоторые регионы приняли такие законы, это Бурятия, Магаданская область, Алтайский край, и сейчас активно разрабатывается этот закон, регион разрабатывается и в других субъектах. Но в Иркутской области у нас задержка. Вот практически я присутствовал пятницу на совете законодательного собрания с представителями, представительной и исполнительной власти субъекта и муниципальных образований, и практически данный вопрос никак не запланирован к рассмотрению. Поэтому наша задача сейчас помочь, изыскать возможность законодательному собранию собраться, запланировать разработку данного закона, но, к сожалению, даже законодательное собрание распустило рабочую группу, которая работала в предыдущем созыве, и рабочей группы нет, где бы могли вот эти предложения собираться и разрабатываться. У нас предложения готовы. Мы считаем, что самое главное, что должно быть принято в законе Иркутской области, это безвозвратный отлов животных. И если это произойдет, то многие вопросы закроются. Понятно, что мы предлагаем ряд дополнительных предложений, я их не буду перечислять, они все представлены перед вами, вы можете с ними ознакомиться. Ну, суть заключается в том, что необходима всеобщая регистрация с чипированием животных, в том числе с владельцами и без владельцев, содержание строительства государственных приютов, содержание как минимум полгода в государственных приютах для того, чтобы была возможность у зоозащитников изыскать возможность их пристроить или найти новых владельцев, выявить агрессивных животных, определить животных, которые болеют, которые переносят несовместимое жизнью мучения. И уже оставшаяся группа животных при принятии закона будет приниматься решение о том, что как с ними поступить. Будет право или содержать полностью, если есть деньги, есть такое желание у депутатов и у нас, естественно, мы будем активно участвовать. Или, значит, провести автаназию, ну, те регионы, которые уже приняли законы, они все однозначно приняли решение об проведении автаназии. В Бурятии это, по-моему, в течение месяца после отлова животных без владельцев в Магадане в течение 10 дней и в других. Ну, вот мы предлагаем в течение 6 месяцев, потому что, согласно вечному праву, значит, и гражданского кодекса, у нас право собственности наступает через 6 месяцев после найденной вещи. И у государства появляется после этого право распоряжения дальнейшей студьбы данных животных. Поэтому наша задача простимулировать депутатов законодательного собрания совместно с губернатором активно заняться разработкой данного закона. Желающие выступить, ну, видимо, вчера вопрос мы достаточно досконально обсудили. Поставлю вопрос на голосование за то, чтобы поддержать решение об обращении Думы города Иркутска. Представленная редакция, прошу голосовать. Голосуем. Решение принято.